И вновь еду на почту Вот наша улица на севере дороги Москвы Вот иду я из своего района Западного Дегумина В район Бескутниковский на почту Вот там мой дом Там станция метро Селигерская Вот она в двух шагах пошла на почту Пойду я здесь двором Вот наша остановка улица Селигерская Вот она, улица Селигерская Следующая в ту сторону метро Селигерская Пойду я на почту Пойду я на почту Вынусь Вот они пятиэтажные сносимые дома Вот еще раз наша остановка Селигерская улица На Коровинское шоссе Между районом Западного Дегумина И районом Бескутниковский Вот они пятиэтажные дома Я снимала в начале весны Вот как кругом, какая зелень Какая красота Вот они сносимые дома Здесь дом четыре Первый корпус, второй, третий, четвертый Здесь дом два Пойду я пройду Сейчас красивее Красивая детская площадка Ах, как много зелени Здесь В этом районе Искутниковский Вот прямо-прямо я ходила, сейчас я пройду другим путем, вот между пятиэтажек я пройду, покажу еще другие дома, корпус 2, корпус 3, износимые, люди ждут, ах как много зелени здесь, а дома вот такие плохенькие, старые уже свое отслужили, а двор хороший, пространство между домами, такое зеленое, потом останется мало деревьев, наверняка при строительстве, много вырубают деревьев, высаживают мало, какая красота, какие дали, столетние наверное, птички поют, ах как птички поют, на деревьях, птички поют, на деревьях, вот там у нас дом, я 4 дом номер прошла, вот там дом 6, пятиэтажный дом в дороге, а дальше будет 4 пятиэтажки, пятиэтажные дом номер, дом номер 8, это высотная здание, пожилая, давно построена, в районе, берем в районе, в районе, во время, где десять и пятиэтажные домы, которые можно приступить и в районе, в районе, по-другому, в районе, они Вот здесь жил Вячеслав Фетисов, вот его двор, вот его подъезд. Сейчас покажу. А здесь площадка, вот на месте этого дома, по воспоминаниям самого Вячеслава Фетисова стояла спортивная площадка, на которой он играл в детстве и тренировался. Из него вырос большой спортсмен. Что здесь делают? Вот в этом подъезде, в четвертом подъезде, окнами на эту сторону, а на другую сторону. В этом подъезде жил Вячеслав Фетисов. Вячеслав Александрович Фетисов. Совсем рядом с подъездом была детская площадка. Спортивная площадка. Вот этот подъезд. Это по его воспоминаниям. Раскинает об этом тепло. Ну а как же иначе. Здесь на последнем этаже. Дом номер 4, корпус 4. Этот дом тоже насильный. Снесут. Он родился не здесь, а вот там дальше. Станция Дегунина. Вот там он родился. Он об этом говорит. А здесь он жил с 4 или 6 лет. Вот в этом доме. Окна на сюда. На Орловский сад. Замечательный. И на другую сторону двора. Орловский сад. Ну я пойду. Вот деревья смотрите. Вот дом 3-4, третий подъезд. Там такое дерево согнутое. То есть смотри, он упадет на машины. А вот вперед, может быть его бы испилили бы. Я не про это. Вы знаете, что здесь Вячеслав Ветисов жил? А? Вы знаете, что в этом доме жил Вячеслав Ветисов? Вот в этом доме. Знаете? Нет. Ну я снимаю заодно и дом, где он жил. Вот здесь он жил. А вообще я иду на почту на свое. Я не поняла, кто здесь жил. Вячеслав Ветисов. А Ветисов не здесь. Он с той стороны жил. Во втором подъезде. Нет. Он жил вот в этом доме 4, в четвертом подъезде. Он жил во втором подъезде. В четвертом. Ну я заезжала начало. Во втором. Во втором? Да. По-моему там верхние этажи какие-то. Да. Во втором подъезде он жил. На четвертом. А я все думала. Дом 4-4. Они здесь играли. Вот здесь была у них. Детская спортивная площадка. И давали нам кататься на коньках. Они нас выгоняли. А один дядечка потом, он кстати был дворником в садике, где была моя дочка. Он с ним занимался. И кто-то увидел его и пригласил. Вот мальчика. Фетисова Слава. Вячеслава, да? Да. Вячеслава, да? Вячеслава. Да, Вячеслава. Вячеслава. Здесь коробка стояла. Спасибо, что вы сказали. Вот я заодно и сниму вас. Он указывает дом 4, корпус 4. Но подъезд не указывает. Вот что он подъезд. И я все время... А до этого он по-моему на Соколе что-то был? Нет, нет, он вот там жил, около платформы Дегунина, он вспоминает, там барак был, вот там он жил. А потом они получили квартиру. Я бабушку, маму и Насте бабушку пали. Какая бабушка хорошая была. Они вот издательство «Правда», там мама его работала, и вот они получили трех кров. Это дети были, она нам всегда что-нибудь купила. Да? Да. А потом он на Белорусско купил родителям квартиру, и отсюда они уехали. Но это уже было недавно. Это был дяденька, который вот спортсмен организовал вот эту коробку, и вот они там, ребята, с ним тренировались. Да не спортсмен, а от Жека. Он вообще жил на Коровинском, дяденька это. А, ну может быть такой. Он с ними занимался, может быть от Жека. От Жека. Он приезжал сюда, вот в Коровинске 20 домов, он там. А. И вот он приезжал, заливал, он с ними занимался после работы. И вот кто-то увидел и пригласил, какие-то ходили такие. Ну да, да, будущих способны. Еще в 4-м, там еще и Ленка. Ну вот, дом 8, корпус 2, там тоже спортсмен известный. Да? Тоже там много и т.д. Но они потом резко бросили. Вот слава-то, как-то он держался. А когда бросаешь, что? Ой, спасибо, что вы сказали. Теперь я буду знать. Второй подъезд. Вот видите, меня поправили жители местные. Они сказали, что Вячеслав Фетисов жил во втором подъезде. Ну ладно, в следующий раз поснимаю. А мне бабуля из первого подъезда. Сказали, что он жил в четвертом. Вот несколько лет тому назад я проходила, спросила у них, знают ли, что здесь прожил известный человек. Они скажут, да, в четвертом подъезде, на четвертом этаже. Ой, вернее, на пятом, на последнем. Да, удивительно. А-а-а, дезинформация была. Ну ладно, поверью бабуле этой женщине. Вот машина эта видит. Что-то с деревьями они делают. Ну это хорошо обрабатывают, срубают. Так, дом Вячеслав Фетисов. Пойду дальше. Я иду на почту и смотрю старые пятиэтажные дома. Ну и все вокруг. Здесь детский садик. Как здесь хорошо. Зелени столько. Вот, пятиэтажка. Дома восемь. Их четыре. Четыре корпуса, четыре дома. Дома восемь. Дома восемь. Как здесь все. Хорошо. Ну, очень деревьево, ребят. Детский садик останется. На месте спортивный вырос вот этот высокий желудок. Дома восемь. Пятиэтажка. Дома восемь. Пятиэтажка. Дома восемь. Пойду я вот здесь. Ввиду подъездов. Вот, Каринская, дом восемь. Корпус четыре здесь. Пойду, пройду. Ах, как много зелени. Люди все получат квартиры. Вот, какие старые дома. Вдоль подъезда я иду впервые. Я с другой стороны ходила, хожу. И там иду. Вдоль подъезда впервые иду. Ну, они все однотипные, вот эти пятиэтажки блочные. Все в плохом состоянии. Они попали все под реновацию и будут снесены. Люди получат новые квартиры. Да, есть что ждать. Вот еще покажу вот эту пятиэтажку. Да, все старые. На дворе очень зеленые. Хорошие. Это район Бескудниковский. Район Бескудниковский. В нашем северном округе. Города Москвы. Район Бескудниковский. Я хожу вот здесь обычно, мимо музыкальной школы и детскую саду. Вот хорошую площадку сделали. Я когда-то снимала, здесь старенькая была, вот уже несколько лет стоит, вот такая хорошая. Много всегда людей, детей, взрослых занимаются, отдыхают здесь. Вот я пришла. Оттуда но с другой стороны. А здесь музыкальная школа и школа средняя. Приучился Вячеслав Фетисов. Это совершенно точно, поскольку он ее вспоминает, бывает здесь. Средняя школа Номер, я не помню, а по адресу Вискотниковский бульвар, дом 53. Утром шкала. Утром шкала. Средняя образовательная шкала. Вячеслав Фетисов. Вячеслав Фетисов. Вячеслав Фетисов. Я пройду я вот здесь дворами. Здесь какая-то музыка играет. Вот, какая хорошая площадка детская. Вечером всегда швыленная, да и днем. Слишком и футбол, и баскетбол, хорошо. Что здесь цветет? Яблони. Какой здесь после ремонта? Сирень цветет. И еще что-то. Здесь хорошую детскую площадку сделали. Плохенькая была многие годы. Земляная. Сейчас сделали хорошо. Вот, какая красота. С мягким покрытием. С детками гуляли. Милиция наша, полиция нас охраняет. Милая. Бескотниковский дом, 55. Несколько корпусов. Здесь тоже Бескотниковский дом, 55. Вот она полиция. Хорошо. Так, где мне пройти? Пройду я здесь. Вот здесь у нас почта. Ну, магазин и почта. А, вот. Срубают. Деревья. Старые, очень наклонившиеся, какая хорошая детская площадка, рада, всегда была плохая, многие годы, такая плохонькая была, сейчас такая хорошая, хорошо рада за них, за жители этого двора. И вот я выхожу, там Карвинский проезд, а там у нас Бескутниковский бульвар, возле дома 55, вблизи домов по номерам 53. Еще раз посмотрю, здесь я тоже хожу, разными пучами для разнообразия. Ах, какая сирень, какой куст сирени. Вот он, Бескутниковский бульвар. Вот там институт Федорова, куда я сейчас пойду на обратном пути. Вот он, Бескутниковский бульвар. А здесь детскую площадку сделали недавно. Никогда не было. привели бульвар в порядок и сделали небольшую детскую площадку. в порядок. Вот он, институт. Здесь у нас один магазин Пятерочка и второй магазин Пятерочка. Бескутниковский бульвар. Бескутниковский бульвар. Здоровушки, благоустроены. Я пришла. Вот она, наша почта. Пришла. Почта России. Сегодня 21 мая 2019 года. 21 мая. Очень теплая погода. 25 градусов.